Актуальная обувь на осень 2023 года. Топ-10 самых трендовых пар обуви с точки зрения готовых формул аутфитов, с чем ее носить. Всем привет, меня зовут Елена Голан, добро пожаловать ко мне в гости на модный канал. Сегодня говорим об актуальных моделях обуви на грядущий холодный сезон. Итак, я для вас подготовила много примеров, не столько подиумных, сколько реальных образов, уличных образов, для того, чтобы вас воодушевить не только самим сухим перечислением трендов, но и сразу готовыми формулами, как лучше носить ту или иную обувь с какими низами. Итак, начнем. Тренд номер один, и я очень рада, что он к нам пришел. Это ботильоны-носки. На самом деле, это больше базовая обувь, и я очень рада, что этой осенью она официально у нас теперь называется еще и трендовой обувью. Потому что каждый раз, когда я готовлю капсулу для своих клиентов, я стараюсь включить эти ботильоны, потому что мне кажется, они самые универсальные из всех существующих моделей обуви на осень. Итак, показываю, как они выглядят. На самом деле, секрет очень простой. Это или эластичная кожа, или очень плотная ткань. Самое главное, чтобы щиколотка была полностью облегающей, чтобы она не добавляла объема. Каблук может быть абсолютно любой, хоть широкий, маленький, хоть широкий, высокий, хоть kitten hill. О каблуках мы тоже будем говорить в сегодняшнем видео. Итак, почему я говорю, что это самая универсальная обувь? Потому что все самые проблемные, юбки, брюки, кюлоты, вот если у вас есть проблемный низ, тогда купите себе ботильоны-носки из черной плотной ткани или кожи, и решение проблемы готово. Показываю вам примеры готовых образов. Итак, допустим, это какие-то широкие брюки, сильно зауженные к низу, при этом укороченные. Или вы хотите подвернуть брюки, кюлоты, укороченные широкие брюки, самые проблемные низы с точки зрения сочетаемости с обувью. Решается проблема, если вы выберете, уж простите за тавтологию, но я вот прям считаю, что это действительно must-have, узкие джинсы, джинсы slim leg. Все эти низы идеально сочетаются с подобного рода ботильонами. Единственный секрет, вот сразу немного забегая вперед, выбирайте достаточно высокие ботильоны для того, чтобы они могли спрятаться под штанину. Или, даже если они недостаточно высокие, если вы выберете правильную матовую черную кожу или замшу, и наденете плотные черные колготки, они идеально будут сливаться, и у вас вообще не будет никаких проблем. Показываю свои старые образы и десятилетние давности. Одни и те же ботильоны носки со мной уже все это время, причем это какая-то недорогая покупка на Asos была. Если мы говорим про то, где искать ботильоны носки, то здесь на самом деле выбор очень хороший, потому что обувь пазовая, ее можно найти, как я сделала в свое время, или на Asos, у них есть много вариантов повыше каблук, пониже каблук. У тех же H&M в премиальной коллекции есть хорошие модели и тканевые, и кожаные, и замшевые на более высоком каблуке, и на более низком каблуке, остроносые на тонком каблуке, тканевые. Тут главное, смотрите, чтобы щиколотка была действительно облегающей, чтобы визуально они вот просто смотрелись как одно единое целое с вашей ножкой. Кстати, да, говоря о покупках, как всегда, я готовлю свои видео, готовлю инфобокс, там я оставила огромное количество ссылок на конкретные модели обуви, которые я лично перебрала, пересмотрела и рекомендую в разных ценовых диапазонах. Пункт номер два – это ковбойские сапоги. Если мы выбираем между сапогами и ботильонами, ботинками, с точки зрения ковбойских Western Boots, я бы все-таки рекомендовала обратить внимание на ботинки, то есть невысокие ботинки, чем на сапоги. Потому что вот если сравнивать две эти модели, все-таки с точки зрения трендовости ботинки у нас лидируют. Итак, самый трендовый вариант носить этого плана обувь – это вправить широкие джинсы или даже широкие брюки. Я знаю, что сейчас, может быть, многие будут возмущаться, но таковы реалии модной индустрии. Вот такие формулы у нас сейчас самые актуальные. Даже вот прошлой зимой я вам показываю один из своих аутфитов – это недорогие ботильоны светло-бежевые, немного в стиле ковбойских ботинок. Пожалуйста, я тоже вправляю, хотя я не фанат таких суперактивных трендовых формул. Дальше это, конечно же, с юбками. Если вы хотите вот немного шагнуть дальше, но в сторону элегантности, а не в сторону такой вот максимально утрированной трендости, сочетайте ковбойские ботинки с длинными, достаточно длинными юбками. Что хорошо еще в этих ботинках – это то, что вот по сравнению с сапогами, допустим, да, это то, что при случае вы можете надеть их с обычными прямыми джинсами или брюками, и они будут выглядеть как обычные ботильоны, то есть не вправлять штанину, а выпустить ее, и у вас просто остается такой красивый, изящный носочек. Для меня это тоже одна из самых таких приятных формул. И второй подпункт – здесь ботинки с узким голенищем, но именно вот в стиле western boots. Я вам показываю, как они выглядят. Это для тех, кто хочет уйти в сторону минимализма, потому что вот это сочетание ковбойского низа, то есть скошенный каблук, острый носок – все это выполнено из таких достаточно грубых материалов, но при этом облегающая щиколотка. Что здесь хорошо? Такая обувь нам дает возможность сочетания с слегка укороченными брюками, с слегка укороченными джинсами, допустим, да, когда у нас остается видна щиколотка, но при этом за счет того, что она узкая, у нас есть хороший баланс силуэтов, то есть брюки или джинсы добавляют объем, потом узкая щиколотка, а потом уже низ самих ковбойских ботинок, которые, естественно, сами по себе немного тяжеловатые. И здесь, если говорить о том, где бы я искала ботинки в подобном стиле, вот буквально сегодня перед тем, как садиться записывать это видео, заглянула в Массиму Дути и увидела у них потрясающие ботинки из шоколадной замши с узким голенищем. Я их увидела, причем на сайте почему-то они прошли мимо меня, сразу в них влюбилась, ну, тем более, вы знаете, мою палитру в последнее время у меня какая-то ненормальная тяга к шоколаду. В общем, в любом случае оставлю вам много полезных ссылок, можно найти хорошие и у моих любимых коз, с точки зрения базовых черных кожаных есть очень много интересных вариантов, и аркит, и даже у H&M нашла несколько неплохих позиций, хотя я не фанат их обуви. Ну и, конечно же, мой любимый бренд, если мы говорим про классические модели ботинок или сапог в стиле ковбойском, это Изабель Моран. Для них это базовая коллекция, они выпускают подобного рода обувь уже очень много лет, у меня есть их и ботинки, и сапоги, обе пары с удовольствием ношу, они невероятно удобные, в них можно много ходить, при этом они черные, идеально сочетаются, наверное, если вы следите за мной, вспоминаете, я показывала много образов с подобного рода обувью. Третий пункт, и здесь я вас немного удивлю, это ботинки на платформе, вот в стиле 70-х, где есть и под пальчиками платформа, и отдельно широкий устойчивый каблук. Показываю, как это выглядит, только я вас попрошу не путать с платформой, сейчас показываю по экрану, потому что те, кто меня слушают, поверните взгляды на экран, посмотрите, что я имею в виду. Мода в целом на обувь немного отшагнула в сторону пазовости, в сторону элегантности, те самые огромные тракторные платформы, которые мы носили 3-4 года назад, они сейчас немного отступили. Итак, возвращаемся к теме, с чем сочетать формулы образов. Итак, с клетчатыми юбками самое оно. Я уверена, что у многих из вас есть клетчатые юбки, это такая классическая английская клетка, неважно, какой они длины, если хотите вот такое современное звучание, сочетайте эту обувь, эти ботинки с юбками. Еще одно интересное сочетание, по крайней мере, я для себя всегда пользуюсь этим, это с джинсами темно-синими в пол. Это могут быть или клеш, или прямые джинсы. Я пользуюсь этим секретом для того, чтобы или когда, скажем так, когда мне хочется сделать плюс 18 к моему росту. Я не очень высокая, но вот иногда, знаете, хочется возвыситься. И вот эта идеальная обувь у меня всегда в шкафу, есть подобного рода ботильоны, и я их ношу с невероятно длинными джинсами. Штанина джинсов полностью перекрывает обувь, и мы получаем все удовольствие, плюс 18 сантиметров. Но это для тех, кто думает и мечтает, как бы казаться выше. Я вам показываю, сейчас можно найти и у КОС, и у And Other Stories. На самом деле обувь сложная, предупреждаю, точнее напоминаю о том, что в ней тяжело ходить, не рекомендуется много ходить, и рекомендуется ходить только тем, кто хорошо чувствует свое тело, пространство, и смотрит под ноги. Так, сейчас будет не совсем зимняя обувь, но я вам обещаю, что для зимы-зимы будет отдельное видео, а сегодняшнее видео у нас больше про то, что у нас грядет в ближайший месяц или около того. Итак, все-таки мне захотелось немного вернуться к теме балеток, сейчас объясню почему. Балетки в целом, можно сказать, что пока не наступила зима-зима, это главная обувь номер один. Причем здесь хочу подчеркнуть, что если мы говорим про тренд, то это золотые балетки. Помните, мы вошли в летний сезон с серебряными аксессуарами и выходим из него, причаливаем в осень с золотыми аксессуарами. Но это если вы хотите быть на острие трендов, не обязательно за ними гнаться, но если. И с точки зрения декольте, то есть это вырез у обуви, называется декольте, здесь ваша воля выбирать все, что вы хотите. Это и закрытое декольте, как у балеток, допустим, аркет, я сейчас показываю, это более современная формула, но и самые-самые базовые классические балетки, которые мы носили с вами 6-7 или около того лет назад, вот такие классические, с глубоким вырезом, декольте, с круглым носиком, вот такие вот а-ля Шанель. Показываю вам много фотографий, уличных образов, для того, чтобы воодушевить вас на стиль в ближайшее время, очень много супер классических сочетаний, вот действительно чувствуется, что то, что я говорила, что мода немного отшагнула в сторону базовости, элегантности, посмотрите, какие красивые образы, немного в стиле олдмани, немного просто вот такие базовые, казуальные, приятные сочетания. И показываю более современные трендовые сочетания с широкими джинсами, с объемным плейзером, еще раз показываю, что и вырез у декольте может быть разный. И вот здесь, почему я стала вообще говорить про балетки, потому что вот с точки зрения балета хотела вам презентовать новый тренд, который у инсайдеров модной индустрии называется the wrong shoe theory, то есть теория неправильной обуви. Это самый горячий тренд с точки зрения обуви, и суть его заключается в одном. В образе присутствует обувь, которая здесь вроде бы по определению неправильно подобрана, ну то есть как будто бы вроде бы что угодно, но только не балетки. Просто на балетках это очень наглядно можно показать. Допустим, широкие, максимально широкие джинсы в пол, и тут вдруг появляются балетки, которые вроде бы как бы, ну действительно не отсюда. Или очень широкие брюки в пол, они аж прям собираются у асфальта, и тут вдруг балетки. Вот это и есть the wrong shoe theory, вот прям даже теория они его назвали. Еще, кстати, пример сочетания, это брюки карго, и вот тоже, допустим, балетки или слингбеки. Это вот вам, например, на ближайшее время. Если вы хотите вот прям на острие мудных трендов создать образ, то пользуйтесь. Оставила огромный список ссылок на балетки, если вы вдруг не успели их купить. Сейчас можно и у H&M неплохие варианты из натуральной кожи, и у COS, и у ARC, в зависимости от того, вы хотите более классические с открытым декольте, или более современные с закрытым декольте. В любом случае, не будем здесь долго задерживаться, потому что у нас сегодня много интересного. И следующий пункт для меня это самая базовая любимая обувь это лоферы. Опять же, это не на зиму, хотя лично я, если не холодная зима, то и зимой ношу лоферы, но здесь у меня для вас интересны стилизации, поэтому смотрим, не переключаемся. Итак, лоферы классические. Можно выбирать чуть-чуть усиленную подошву, но обратите внимание, что это просто чуть-чуть усиленная подошва. Почему я о них говорю? Потому что для холодного сезона они идеальны, потому что у нас есть больше вот эта прокладка между холодным асфальтом и нами, и они работают с точки зрения такого легкого утеплителя, скажем так. Неплохие варианты из любимых, известных брендов это и Arket, и Kos, но еще и нашла несколько новых брендов. Ami Paris, допустим, мне понравился бренд. Очень неплохие, недорогие, скажем так, лоферы. Only, тоже, наверное, знаете этот бренд, на Asos нашла. И тут же тоже показываю вам антипример, вот эта тракторная подошва у лоферов тоже, она немножечко отходит. Все-таки, опять же, если хотите себе хорошие лоферы, которые вы будете носить долго, посмотрите более базовые варианты. И, конечно же, моя любимая модель у лоферов, это Penny Loafers. То есть это те, которые без каких-то украшательств, без металлических вставок, там есть такая даже как щелочка, кстати, поэтому они называются Penny, потому что есть такая легенда, что студенты в Великобритании туда складывали монетку Penny, поэтому вот эта щелочка, не знаю, насколько это правда. Но, если у вас стиль более минималистичный, более такой смарт-кэжуал, обратите внимание на металлические планочки, какие они должны быть. Вот как у Тотс, или как у, допустим, Массима Дути, вот такой минималистичный, просто маленькая планочка, или какое-то скромненькое, вот еле узнаваемое, как у Тотс, еле узнаваемое лого, но никаких огромных цепей, никаких огромных вот этих вот украшательств, помните, как у нас раньше были. Вот это и есть, мало того, что базовые лоферы, так еще и трендовые лоферы, ну просто загляденье. Показываю вам, в каких образах лучше всего смотрятся вот эти лоферы с металлическими планочками. То есть, видите, много нейтральных цветов, смарт-кэжуал, бежевый, коричневый, вот какие-то такие благородные сочетания, вот тогда ищите вот подобного рода лоферы. Из еще новых брендов, о которых, по крайней мере, я раньше не знала, это G.H. Bass & Co., такое сложное, длинное у них название, и Seabaga. Очень понравились эти изделия. Если говорить из люкса, лично для меня самые классные лоферы, классические пени, это у Saint Laurent. Я их мерила, они мне очень понравились, они действительно как тапочки, вот хочется их надеть и просто ходить, ходить, ходить. И, кстати, у Mango, вот буквально, мне кажется, не слезали дизайн у Saint Laurent, поэтому оставляю все ссылки в инфобоксе. Кстати, у Mango мне вообще не понравилась обувь, новая коллекция их, а вот эти лоферы, это, наверное, единственное, что у Mango мне понравилось. Если мы говорим про тренды-тренды, то это двухцветные лоферы, вот прям черно-белые, коричнево-белые, это Infero Gamma, Miu Miu, Saint Laurent. Сейчас я вам показываю, как их носить, просто добавьте, ну, конечно же, можно и в черном монохроме, но мне нравится добавить что-то такое же принтованное в верхней части, чтобы вот этот эффект перекликивался, да, сама обувь двухцветная с чем-то принтованным в верхней части, очень интересные сочетания. Опять же, у тех же GH Best & Co есть очень симпатичные лоферы двуцветные. Дальше, как носить, конечно же, с носочками. Я вам давно рассказывала, что сейчас это не просто тренд, а такое очень широкое движение модное, носочки у нас везде, это уже много-много лет, ну, года три так точно. Показываю вам образы и более смарт-кэжуал, офисные образы, можно разнообразить вот подобного рода носочками. Джинсовые образы тоже очень неплохо разбавить, с белыми носками, плюс черные лоферы. Я вам показывала два года назад классный образ, очень, кстати, его люблю, до сих пор суперактуально смотрятся. Серые джинсы, белые носочки, черные лоферы, оставлю ссылку на свои черные лоферы. Это Maison Marjola, да. И даже вот такие более зимние образы с короткими дубленками очень мне нравятся. Цветные лоферы, если вы любитель более разноцветного стиля, подбираем лоферы цветные или в цвет низов своих, для того, чтобы образ вытягивался, смотрелся более гармоничным, или еще будет хорошо смотреться с чем-то, что есть в верхней части вашего образа. Допустим, это или шляпа, если вы носите шляпу, или блейзер, или блуза, вот что-то в верхней части вашего тела. Кстати, белые лоферы тоже как отдельный микропункт. Есть симпатичный утотем, показываю вам образы, как они могут выглядеть. И вот здесь вот я тоже не выдержала, купила себе белые кожаные лоферы кос. Я их примеряла в Антверпене, в самом магазине Кос, тогда поленилась их купить, чтобы не везти их в чемодане, и когда приехала домой, поняла, что они у меня почему-то out of stock в стране. И сейчас, когда они вдруг появились опять в наличии, я не задумываясь сразу их купила. Очень удобные, очень классные. Есть, кстати, они же черные для любителей базовых, простых вариантов, но я в себе взяла белые. Так, простите, что про лоферы говорила так долго, просто это действительно моя любимая осень, моя любимая обувь на межсезонье. Следующий пункт, говорим о каблуках в целом. Вообще, мода очень демократична, то есть выбирайте любой каблук, какой вам хочется. Хотите, хоть шпильку носите. Но если мы говорим именно про самый трендовый вариант, то это маленький, острый каблук, или он идет скошенный под каблуком, или он просто классический, как рюмочка. Но вот эти маленькие каблучки, это, конечно, для любителей заявить о том, что вы в курсе и осведомлены самыми острыми трендами модной индустрии. Я вам показываю тоже свои образы двухлетней давности, зимние, где у меня замшевые ботильоны Kate, американского бренда. Не пожалела, что я их купила, хотя они очень дорогие, потому что до сих пор их ношу, и прошлой зимой, и этой зимой буду продолжать носить. Самое трендовое сочетание, это, опять же, вправить брюки или джинсы. Брюки чаще всего с широкой штаниной вправить вовнутрь, но это, если вы готовы к таким очень резким трендовым заявлениям. Я очень люблю еще сочетание этой модели с юбками, любого рода юбки, потому что обувь чаще всего с острым носиком, выглядит достаточно элегантно, и, соответственно, сочетание с платьями или юбками. И, кстати, если мы говорим, где искать, вот нашла только у H&F премиальной коллекции, пока что достойные ботильоны на маленьком остром каблучке, потому что все остальное пока что люкс. Ну, я уверена, что будут еще пополнения. Следующий пункт, который очень часто встречается в списках пазовой обуви, ну и теперь еще и полноценный этот тренд, жакейские сапоги. Итак, это сапоги на плоской подошве, обязательно подошва должна быть классическая, никакая не утрированная, никакой не трактор, а классическая нейтральная подошва. Очень жесткое, высокое голенище, никакой гармошки, оно должно быть очень жесткое. Показываю вам примеры, это и Totem, и, кстати, вот если говорить про средний ценник, нашла тоже новый бренд, называется Via Aroma, очень мне понравились их жакейские сапоги, это средний ценник, не помню, сколько именно они стоят, на Farfetch сейчас они есть, вот во всех расцветках, и со скидкой, коричневые, бежевые, коньячные, и черные, и самое главное, что вот они идеальны, такие, какие должны быть. Итак, как носить формулы? Самое трендовое сочетание, это прямое платье ниже колена, плюс эти сапоги. У нас получается очень эклектичное сочетание чего-то женственного, ну, относительно женственного, элегантного сверху, и вдруг тяжелая обувь появляется, трендовое сочетание, или платье, допустим, облегающее, нужно компенсировать чем-то современным, добавляем жакейские сапоги. Более понятная формула это юбка или платье с юбкой трапецией, и опять же, эти сапоги очень классные, скажем так, если у вас есть какое-то слишком женственное, романтичное платье, которое вам нужно как-то осовременить, не знаете, с чем носить, попробуйте вот какую-то тяжелую обувь, вот в частности, жакейские сапоги. Еще моя любимая, более классическая формула это плотные леггинсы и сверху пончо. Вот обожаю это сочетание, и жакейские сапоги, это классическая формула, так можно было бы и пять лет назад одеться, и сейчас на теплую осень выйти погулять в парк, идеальная формула. Или объемный блейзер, если вот для города, допустим, можно вправить или леггинсы, или джинсы, сверху надеть оверсайзный пиджак, будет тоже идеальное сочетание. И из недорогих жакейских сапог, это, как я уже сказала, H&M и And Other Stories. Нашла, кстати, And Other Stories со скидкой на сайте ASOS. Очень мне понравились варианты. Ну и, конечно, классика, немного подороже, это Polo Ralph Lauren. У них сапоги дорогие, но в любом случае, если хотите поднять уровень насмотренности, посмотреть, как они должны выглядеть, ищите соответствующую ссылку у меня в инфобоксе. Следующий пункт, и это в некотором смысле новичок в нашем списке, это танкетка. Опять же, видите, меня так удивляет, когда я иногда читаю в комментариях заявления о том, что вот, мода так быстро меняется, за ней не успеешь, не успели мы купить, значит, в прошлом году что-то, как оно уже антитренд. Я не знаю, кого вы слушаете, я никогда такого не рассказывала. Как для меня, то все настолько застыло, ну вот с точки зрения моды, да, что в принципе плюс-минус все, что мы носили, мы носим сейчас. Про тонкую танкетку я вам рассказывала и в трендах сандалий, обуви на лето, и прошлой весной. Да, это новичок в списках трендах, но новичок с точки зрения там года или двух лет, пять лет назад мы их не носили, но это, наверное, единственная новинка в сегодняшнем видео. Вот, да, я вам должна признаться, я поэтому и придумала снимать сегодняшнее видео вот именно с точки зрения формул, потому что, как по мне, то списки одни и те же. Ну, ладно, возвращаемся к теме танкетки. Следите, чтобы она была тонкая, то есть, если посмотреть на нее в профиль, она должна выглядеть как не широкий, тонкий каблук. Это и ботильоны, и, кстати, очень симпатичные есть лодочки у кос, она бывает иногда немного вот такая, как скошенная, и у Атика, и у Paris, Texas тоже очень мой любимый обувной бренд, вот подобного рода ботильоны. Как носить? Так как эти ботильоны чуть-чуть добавляют тяжести, потому что есть такое ощущение, что все-таки танкетка, это не каблук, есть ощущение тяжести, я бы рекомендовала сочетать с платьями, чтобы вот компенсировать. Идеальное сочетание юбки-платья не слишком длинные, которые открывают щиколотку и создают вот это ощущение воздуха. Для меня это идеальная формула. Поговорим о ботфортах. Какие стали ботфорты? Видите, ботфорты у нас просто бесконечно в списках уже много-много лет, причем, если раньше они должны были быть или такие, или такие, в зависимости от сезона, то сейчас все ботфорты в моде, в тренде, и высокие, и более широкие, и узкие. Я вам сейчас, кстати, показываю образы где-то шестилетней давности со своего печатного блога, которые вот я не задумываясь сейчас бы надела. И ботфорты, и сама формула образа летящая с платья сверху пальто, или, допустим, варианты мини-юбка сверху пончи. Я вообще обожаю, ботфорты всегда рекомендуют тем, у кого много низов выше колена, то есть, допустим, для этой юбки, мини-юбки, именно вот если у вас в кардеробе много подобного рода низов, подумайте о ботфортах, и пускай они будут достаточно высокие, чтобы заходить под юбку, если они не достаточно высокие, пускай они хотя бы будут черные, чтобы вы могли надеть черные колготки, и чтобы они сливались с колготки, плюс ботфорты, не создавали лишних горизонтальных линий. Пока что не так много ботфортов онлайн нашла, но все равно кое-что нашла, оставила ссылки. И мы уже почти приближаемся к концу. Сапоги-трубы. Еще одна обувь из списка самых простых, базовых, вот любой базовый список обуви на холодный сезон, и там будут сапоги-трубы с широким голенищем. Опять же, у нас только сезон от сезона меняется или чуть-чуть больше гармошки, или они должны быть прям прямые, как жокейские. В этом сезоне неважно, пускай они чуть-чуть собираются гармошкой, или будут абсолютно такие, как вылитые из металла. Я все-таки люблю более такие структурированные сапоги, они легче стилизуются, они более универсальные. Для меня, опять же, это обувь для любителей юбок и платьев, особенно если у вас много юбок и платьев не очень длинных, вот где-то чуть ниже колена, тогда смотрите, чтобы у вас были подобного рода сапоги. Опять же, если, конечно, вы любите обувь на каблуке, потому что здесь широкий, не слишком высокий каблук, но все же какой-то каблук должен быть. Очень красиво смотрится и с более летящими фактурами. Допустим, если вы хотите продолжать осенью носить атласные юбки, какие-то легкие платья, продолжать их носить осенью, то вот эти сапоги идеальный дуэт. Прямые юбки-карандаши это еще один фаворит для сапог-труп или для ботфортов. И, кстати, нашла у Массима Дути точно такие же сапоги, которые у меня в кардеробе уже года 4, кажется, Стюарт Вайтсман, и вот очень порадовалась, что нашла у Массима Дути точно такую же модель, тоже оставлю все ссылки в инфобоксе. Сейчас, кстати, даже и у H&M и у Free People есть хорошие модели. Ну и, конечно же, вот если мы говорим про более люксовое, то Paris Texas это бренд, который специализируется на подобного рода моделях. Мне кажется, нету такого цвета и такого каблука, который бы не существовал у сапог-труп у бренда Paris Texas. И последнее, я даже не знаю, что вам рассказать, вот это уж действительно новичок в нашем списке, это мотоциклетные ботинки. Они отсутствовали и были вот прям даже у некоторых в списках антипримеров много лет, и тут вдруг они грандиозно вернулись. Станет ли этот тренд насибельным, дойдет ли он до улицы, до инфлюенсеров, до модных инсайдеров, до инстаграм, скажем так, это еще вопрос. Но если вы увидите на моднице мотоциклетные ботинки, знайте, это тренд. И на самом деле, наверное, с точки зрения сегодняшнего видео, это единственный по-настоящему супертренд, который меня лично удивил. И наверняка будут еще вопросы, а как же ботинки Chelsea, а как же армейские ботинки на шнуровке? Конечно же, с удовольствием носим эту обувь, у меня было достаточно много видео на канале и про эту обувь в том числе, но так как это больше базовая обувь, а не обувь из списка трендов, то для того, чтобы не делать это видео бесконечно длинным, я решила сегодня об этой обуви не рассказывать. Но обещаю, что в ближайших видео, конечно же, буду использовать и ботинки Chelsea, и армейские ботинки в своих обзорах. Я надеюсь, я вас вдохновила ожидать осень, планировать теплые, уютные образы на осень. Напоминаю о том, что мой инфобокс к вашим услугам. Каждый раз, когда я готовлю видео, я тщательно готовлю инфобокс, и в сегодняшнем видео буду использовать верхний закрепленный комментарий, как продолжение инфобокса. Всем желаю теплого, уютного, домашнего вечера. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok